Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что, начнем с предстоящих выборов. Что там у вас уже? Что-то сформировалось, что-то закончилось, загруглилось, завершилось, какие-то союзы образовались, какие-то развалились. В общем, что происходит? Да, Сергей, на этой неделе окончательно закрылись списки партий, которые идут на выборы, и теперь уже никаких новых союзов произойти не может. Какие-то партии могут, в принципе, теоретически заявить, что они отказываются идти на выборы. Такое иногда происходило в израильской практике. Иногда это помогало, потому что, скажем, заведование «Проходная партия» спасало таким образом свои голоса или голоса тех, кто ее поддерживал, передавая их другой партии. Но иногда это не работало, и люди, не узнав, что их партия в итоге не идет, приходили на выборы, искали именно эту партию, и в итоге голоса пропадали все равно. Так или иначе, сегодня уже можно подвести некий итог того, как выглядит расклад израильский предвыборно-политический. И надо сказать, что для сторонников правых этот расклад выглядит достаточно печально. Слева левые партии как-то сумели все-таки организоваться, и идут несколькими колоннами, каждый из которых гарантировал себе, по крайней мере, прохождение вот электорального барьера в четыре партии, в четыре мандата. То есть есть партия «Белоголубых», это центральная, основная партия сегодня левого лагеря. Есть союз арабских партий, четыре совершенно разные по духу партии, начинают коммунистов и заканчивая арабскими националистами, исламскими фундаменталистами, фактически братьями-мусульманами. И все-таки они осознали, что их спасение только в единстве, и создали технический блок, который, в общем, гарантирует себе достаточно успешное прохождение. Наконец, партии не арабские, но левые объединились в две группы. Одна из них — это партия «Мерец», с примкнувшим к ним Худом Бараком, бывшим премьер-министром Израиля, человеком, который, кстати, прославился тем, что был самым бестолковым, что ли, премьер-министром за всю историю Израиля, или самым короткосрочным, как бы полная противоположность нынешнему примеру Натаньялу. И отдельно партия «Труда», которая, в общем, укрепила свои позиции за счет обращения к Сефардам. Собственно, во главе партии стоит старый большевик, такой похожий на Чапаева немножко «Мерец», но достаточно опытный и хитрый политик, ветеран партии «Труда», и он присоединил к себе даму, дочь известного якудовского в прошлом активиста Давида Леви, который выступает как бы с таких социальных позиций, и тоже представляет слабые, угнетенные, конкретно вот, Сефардские, североафриканские, в первую очередь, потомков североафриканских евреев. И таким образом партия «Труда» тихонечко, без того, чтобы громко об этом говорить, сменила свою повестку дня с повестки радикально левой в политическом плане, то есть, мол, давайте отдадим арабам все, что сможем отдать. На повестку «Давайте спасать бедных и нищих, давайте раздадим им деньги». То есть, такая шариковская политика, конечно, не намного лучше, чем идея отдать арабам землю, идея, так сказать, покончить со свинским капитализмом, но вы это все хорошо сами знаете у себя. Плюс еще немножко давайте поможем нашим угнетенным Сефардам. Почему Сефарды угниты, не очень понятно, но вот если русские объединились, и у русских есть партия, которая якобы защищает их интересы, и у религиозных есть такие партии, то почему бы нам тоже не создать ее? Одним словом, так или иначе, на левом фланге все партии проходят, будет электоральный барьер достаточно гарантированно, а значит, никакие голоса на левом фланге не будут потеряны. Чего нельзя сказать о правом фланге? На правом фланге полный раздрор и просто дело швах, то, что называется. Во-первых, партия Ликуд идет на выборы, она присоединила к себе маленькую партию Куляну, Машека Хлона, который в свое время уходил из Ликуды, сейчас он не вернулся, и таким образом тоже произошло слияние, голоса не пропадут. Есть две партии ультра-ортодоксов, одна Ашкинастская, другая Сефальская, и у них тоже, в общем, все нормально, они выше электорального барьера, и тоже их голоса никуда не денутся. Но самое, кстати, то, что, возможно, нашим слушателям интересно, это правые партии, партии справа от Ликуда, то есть четкой правой повесткой дня, которые, в общем, перед прошлыми выборами Натаниал сумел собрать их практически всех, кроме Фейглина, в единый список. Они, конечно, вели себя просто как маленькие дети, которых воспитательницы пытаются усадить на горшки перед сном, а этот не хочет сидеть здесь, а этот не хочет сидеть тут, а этот плачет, почему его не в окна посадили. Но тогда как-то Натаниал их всех сумел убедить, и они все сели в один ряд. И, в общем, это их спасло, потому что отколовшиеся от них Хейглин и отколовшиеся тогда от них Шакет с Беннетом, они фактически пролетели. И пролетев, собственно, вот в каком-то смысле стали ответственными за весь этот балаган политический, который у нас наступил с повторными выборами. Но на этот раз то ли у Натаниал уже не хватило терпения, то ли капризы были слишком большими. Но, с одной стороны, раскол в партии бывшем Мавдале закончился, и все собрались вместе. То есть и, скажем, более религиозное, более либеральное крыло, представленное Шакет и Беннетом, слились вместе в одну партию. Но зато теперь снаружи оказался не только Хейглин, но и партия ОЦМА, партия ОЦМА адвоката Итамары Бенгвира, которая, в общем, в каком-то смысле является с точки зрения отношений арабов и евреев самой правой, в общем-то, даже в некотором смысле как бы наследниками права Кахана небезызвестного. С точки зрения экономической они скорее левые, чем правые, но в Израиле это второстепенно, поэтому их левая экономическая подоплека, она мало кого интересует, партия крошечная, никаким рычагам власти они давно никогда не подпускают. Вот. У них была повестка дня, и есть, собственно, повестка дня о том, что евреи не должны идти на уступки арабам. И, в общем, в повестке дня, которую они декларируют, она достаточно разумная. Другое дело, что их избирателей никогда не хватает на то, чтобы пройти электоральный барьер. И в последний раз они были частью этого блока правых партий. А в этот раз кто там виноват в том, что они сумели договориться, теперь, конечно, все твичут пальцами, как Паниковский с Балагановым, и говорят, что, мол, он виноват, и он виноват. Можно сказать, что Натаньяу не доглядел, опять же, но, в конце концов, он же не воспитательница, на самом деле, в детском саду. То есть эти люди, которые хотят быть национальными лидерами, продемонстрировали нам, что даже в такой элементарной вещи, как договориться и где-то поступиться своими эго и своими амбициями ради того, чтобы создать общий технический блок и пойти вместе, не сумели. Поэтому кто больше виноват? Те, кто не согласились взять Бенгвира и его партию внутрь. Или Бенгвир, который уперся, требовал чего-то, что не могли дать ему. Теперь уж сказать нельзя. Так или иначе, они идут отдельно. Шансов у партии от СМА, у Дамара Бенгвира пройти нет никаких. То есть они заведомо далеко от необходимых трех мандатов, которые, в общем-то, сегодня измеряются достаточно большим количеством голосов. И поэтому они просто своих адептов, своих сторонников уведут в каналь, в рянов, в бомой. Но, к сожалению, не только они. Есть еще партия Машофейглена-Зеут, которая баллотировалась отдельно всего лишь, сколько, четыре месяца назад, в апреле. И в апреле они шли, причем их пресса поддерживала. Им говорили, что они заберут едва ли не семь мандатов. Было большой энтузиазм. Даже мне в какой-то момент показалось, что, в общем, Фейблин и его сторонники сумеют преодолеть легко электоральный барьер. В итоге они не добрали до него. Они его не преодолели. Причем им не хватило не нескольких буквально голосов, как Беннету и Шакет, отколовшихся правок, а десятков тысяч голосов. То есть им было очень далеко до реального преодоления электорального барьера. И вот теперь они снова идут. И то же самое ситуация. Непонятно, кто больше виноват в том, что не сумели договориться о создании технического блока с большой проходной правой партией. Кто там больше виноват в Шакет, который их не взяла, или Фейблин, который хотел чего-то больше. Теперь уже трудно сказать, но факт остается фактом. Фейблин идет отдельно. И никаких реальных шансов, на мой взгляд, что его показатели будут на этот раз через пять месяцев после апреля лучше в сентябре, чем были, нет. Почему? Я объясню. В общем-то, за четыре месяца, прошедших с тех выборов, никаких глобальных серьезных подвижек в израильском раскладе не наступило. И все опросы показывают, что, в общем, люди, как они голосовали в апреле, так примерно они собираются голосовать в августе. Единственная подвижка, единственное изменение произошло в рядах тех, кого называют новыми репатриантами, а точнее сказать, израильтянами, приехавшими из постсоветского или советского пространства последние 30 лет. Это примерно 20 мандатов. То есть это достаточно большой сегмент израильского общества, из 120-20. И внутри этих 20 мандатов примерно от двух до четырех мандатов сдвинулись от партии Ликут, возможно, к партии Либермана. Теперь мы знаем, что, в общем-то, все эти выборы повторные в значительной мере произошли по вине Либермана, который стал ключевой фигурой в апреле. Без него у правых не было большинства, они могли создать коалицию. И Натаньяу не удалось найти ренегатов в левом лагере, которые бы пошли и помогли. Ему не хватало буквально одного какого-то, одного человека, одного депутата Кнеста. Но левые держались стойко, и никто не поддался. А Либерман с его пятью мандатами тянул время. И, как мы сейчас понимаем, в общем, у него было два варианта, два плана. Или даже, собственно, один — добиться того, чтобы Натаньяу провалился, чтобы Ликут сменил Натаньяу, которого Либерман откровенно ненавидит, судя по всему, больше из личных даже соображений, нежели каких-то политических. И тогда бы без Натаньяу обезглавленный Ликут вместе с партией белоголубых левой и Либермана сумели бы создать коалицию. Натаньяу переиграл эти планы и фактически вывел страну на новые выборы. То есть он сказал, окей, я не могу собрать коалицию, никто не может, предлагаю распустить Кнессет. И Кнессет был распущен. Все проголосовали за. Теперь Либерман использует очень агрессивную тактику против религиозных, настраивая вот эту русскоязычную публику против религиозных израильтян и утверждая, что от них все беды. То есть, в общем-то, использует... На иврите он немножко, как говорится, фильтрует базар. Но то, что происходит в социальных сетях на русском языке, это просто тихий ужас, то, что называется. То есть то, что пишет не сам Либерман, конечно, а его адепты и сторонники о религиозных ивреях, это просто кошмар. Это как будто буквально заимствовано из газет «Черной сотни» или из «Дальфштурмера» или чего-то подобного. И, к сожалению, он находит в себе немало сторонников среди вот такой публики, приехавшей в Израиль, в общем-то, без какой-то особой еврейской сабоидентификации, просто потому что на территории постсоветского пространства им стало совсем немного готов. И здесь, в Израиле, как бы сказать помягче, скажем, их нельзя называть людьми, симпатизирующими евреями. И тут вот такой дискурс их очень устраивает вполне. Кроме того, это публика, те, которые практически полностью оторваны от жизни в Израиле, поскольку говорят только на русском языке, еврейцы они так и не выучили, живут в своих, назовем это гетто русских, где они используют только русский язык, читают только на русском языке, смотрят только российское телевидение. И кроме Либермана, по сути дела, не знают никого вообще в Израиле, в израильской политике, вообще не понимают, что происходит. Ну и, наконец, есть сегмент людей, которые считают, что в этой ссоре Натаниал был больше виноват, чем Либерман, и не верят тому, что Либерман может при каком-то раскладе поддержать левое правительство. То есть они считают, что в благородном семействе произошел скандал, Натаниал с Либерманом поссорились, Натаниал сам виноват, но Либерман сейчас вернется, все будет хорошо, и право опять победят. И вот как раз эта публика последняя, которая не относится ни к гопникам, ни к антисемитам, ни к людям, которые совсем не понимают, что происходит в Израиле, к ним сегодня направлена пропаганда партии Ликуд, которая пытается убедить их в том, что, ребята, ситуация гораздо серьезнее. Либерман принял какое-то стратегическое для себя решение, и он готов сегодня предать правый лагерь и пойти с Гансом и Лапидом и создать левое правительство без Ликуда, без Натаниал. И это все ужасно тормозит те замечательные, грандиозные планы, которые были у права правительства, потому что, казалось, вот победили в апреле, и вот сейчас мы начнем развивать, продвигать суверенитет израильских иудеев и самарий. Вот сейчас мы начнем договариваться с Америкой в каких-то глобальных изменениях, вот эта сделка века в той или иной мере, чтобы укрепить израильские позиции. Вот сейчас мы сможем какие-то шаги предпринять против рудиментов социалистической экономики. Ведь Натаниал, человек, который понимает в экономике, может продвинуть Израиль еще дальше. И у него было это большинство. И вот все это сорвалось, потому что с легкой руки или не с легкой, тяжелой руки Либермана. И таким образом вот мы оказались на этих выборах. И более или менее все, как я уже сказал, как голосовали в апреле, собираются голосовать и в сентябре тоже. Только 2, 3, 4, 5 мандатов русских, которые колеблются сегодня между Либудом и Либерманом. И то, кстати, то они считают, что Натаниал прав, то они считают, что Либерман прав. И на них направлена, в общем, сегодня мощь всей пропагандистской кампании с обоих сторон. И от них, по сути дела, и будет зависеть исход этих выборов. То есть если Ликуду удастся эти 2-3 мандата вменяемых правых интеллигентных русскоговорящих сегодня поддерживающих Либермана переманить, перевести в сторону Ликуда, то Ликуд сумеет создать правую коалицию с, по крайней мере, 61 голосом, без Левых, и сможет продолжить то, что, в общем, он собирался делать уже после апреля. Если же этого не удастся, то совершенно непонятно, как дальше будет. Более-менее ясно, что позиция Либермана и Ганса, и Левых, в принципе, будет в том, чтобы убедить Ликуд устроить бунт, сбросить Натаниал, и затем уже обезглавленный Ликуд, который, лишивший своего лидера, конечно, станет вот как курица без головы. То есть партия, которая не будет иметь ни четких представлений, кто главный, кто за кем последнее слово, каждый будет бороться сам за себя. С такой партией, разрушенной и разбитой, конечно, будет очень удобно заключить какие-то соглашения, дать что-то немного, и будет правительство Левых с Гансом, с Либерманом, с обезглавленным Ликудом, возможно, и, конечно, вся правая повестка дня будет похоронена. Никакой суверенизации Либии Самарии, никакой либерализации экономики. Прогнозы, таким образом, для правого лагеря и для людей, настроенных на, скажем, развитие экономическое, либеральное Израиля и на суверенизацию людей Самарии, прогнозы нехорошие. Но борьба еще идет, до сентября есть еще время, и, возможно, правым в первую очередь Ликуду, потому что только Ликуд, по сути дела, вот эта вот русская колеблющаяся масса, она вряд ли проголосует за какую-то другую, кроме этих двух партий. Либо она пойдет за Ликудом, либо пойдет за Либерманом. И вот здесь происходит как раз самая главная борьба. Поэтому, возвращаясь обратно к партии Зелут, совершенно понятно, что избиратели Фейглина ничем не изменились. То есть, кто за него голосовал, тот опять проголосует. Кто за него не голосовал, голосовать не будет. Более того, многие те, кто поверили, что Зелут проходной и голосовали за него, я знаю таких людей лично. Больше так поступать не будет. Они вернутся либо к блоку правому, надежно проходящему, либо к Ликуду. И таким образом у Фейлина нет никаких шансов набрать больше, чем он набрал в апреле, на мой взгляд. А это значит, что он, как Уцма, как Этамар Бенгвир, ведет своих сторонников просто прямо в помойку, выбрасывая голоса, такие нужные сейчас правому лагерю голоса, в канализацию. И это, конечно, на мой взгляд, просто верх безответственности. На самом деле, в еврейской истории такое уже случалось. И мы хорошо знаем, помним историю Шабтая Цви. Шабтай Цви — средневековый персонаж, судя по всему, не вполне нормальный, но безусловно очень одаренный человек, который мог повести за собой огромное количество людей. Он убедил огромное количество евреев, что он является мессией. И люди за ним шли действительно. Все это закончилось очень плохо, потому что в какой-то момент он приехал к турецкому султану и заявил, что он мессия еврейский, потребовал от султана что-то. И султан недолго думая, посадил его на всякий случай в тюрьму. Он как-то не поверил, что этот сумасшедший является мессией еврейским. И там в тюрьме Шабтай Цви принял ислам. И, конечно же, вот эти потрясения отбросили от него многих сторонников. Но остались люди, которые верили ему и тогда, когда он пришел к султану. И когда его посадили в тюрьму, и мессия, который должен был, конечно, хлопнуть в ладоши, и там все стены должны были упасть, и, конечно, султан турецкий должен был куда-то исчезнуть, все это не произошло. Они все равно его не бросили, и все ждали, что будет какое-то чудо. А чуда все не было. А потом он принял ислам, и они сказали, вот это и есть наш ход такой. Мы примем ислам, и вот таким образом потом придет чудо. Потомки вот этих вот сабатьянцев, принявших ислам, кстати, в Турции сегодня до сих пор существуют такие группы, Дёнмио называется. Это мусульмане, отдельная мусульманская группа такая, которая, по сути дела, является евреями, принявшими ислам и сторонниками Шабтая Цви. Там были еще другие группы. Сейчас мы не будем уходить в эту всю историю, и, может быть, когда-нибудь посвятим этому отдельную передачу. Так или иначе, ничего людей не учит. Даже такие мощные потрясения, как казалось бы, мессия оказывается вовсе не мессия, а человек, который не может справиться с султанами, принимает ислам, и все равно люди продолжали его верить. На самом деле, те, которые отошли от него, их было тоже очень много, и кризис в еврейском народе наступил колоссально совершенно. То есть это было потрясающее крушение национальной идеи, трагедии ужасная. Сегодня они ждут, что такое случится, потому что ни Федлин, ни Тамар Бенгвир все-таки не являются такими вот уже пророками глобального всемирного масштаба всееврейского. За ними идет какая-то группа адептов, которые буквально готовы принимать любые их шаги и оправдывать все, что угодно. И уже сегодня в социальных сетях можно почитать, как они, используя всевозможную конспирологию, достаточно неуклюжую, и просто демагогию пытаются объяснить, что все делается правильно. И ты понимаешь, что ты их никогда не перебидишь ни в чем. И это, конечно, очень жалко, потому что, в общем, все эти люди могли проголосовать за проходные партии и, возможно, добавившись к проходным партиям, дать им те необходимые один-два мандата, которые так нужны правому главному. Но этого не произошло. И в каком-то смысле мы можем сегодня, ну и мы, а вот те, кто надеется, что правые все-таки сумеют создать коалицию в Израиле, им остается надеяться только на чудо, на Всевышнего и на хорошую работу Ликудовского штаба на русской улице. Я напомню, телефон студии 847-400-5200. Можете представить, видеть Либерма, например, министром Израиля в данной ситуации или не в данной ситуации? Я, наоборот, этого не представляю. Но я хочу другого коснуться вопроса. Вот вы говорили про арабские партии, арабы-коммунисты. Интересная история. Вы знаете, что даже до образования государства Израиля, когда в Израиле были настоящие коммунисты, которые пытались объединиться с арабскими коммунистами, что, в принципе, у коммунистов одна цель вместе, едино, одним строем, независимо от национальности, строить государство и так далее. И никогда это не было до образования государства, сколько уже, больше 70 лет, как существует государство, они никогда не объединяли, потому что арабы никогда их не воспринимали, потому что они евреи. Даже будучи коммунистами, если они евреи, пусть они будут самыми-самыми коммунистами, они им не подходят, понимаете, что было бы идеальный вариант, и коммунисты, арабы, коммунисты, и евреи, что есть еще в Израиле, объединились бы в одну партию, но такого никогда не было и никогда не будет. То есть, это вот так далее. Но Либерман, я... А вот то, что их партия сейчас поставила, что они хотят иметь два поста. Один пост, кажется, министр внутренних дел, а второй еще какой-то пост, я не помню. Это для кого выдвинуто? И для левых, и для правых случаев после окончания выборов? Что вы про это знаете? Огромное спасибо. Спасибо. Послушаю вас по радио. Спасибо. Сергей, как у нас со временем? У нас есть время ответить? Или мы должны сделать прерыв? Давайте ответим на вопрос. Ничего. Окей. Во-первых, по поводу арабской коммунистической партии, я вас чуть-чуть поправлю. Та партия, которая сегодня является чисто арабской и по старинке носит название коммунистической, это и есть та самая коммунистическая партия, общая арабо-израильская, арабо-еврейская, которая когда-то была достаточно еврейской, вот знаменитый мэр Вильнер, главный коммунист Израиля, который даже подписал декларацию независимости Израиля в 48-м году. Собственно, постепенно эта партия ряды евреев не рядели и рядели. Евреев там становится все меньше и меньше. И формально эта партия и сегодня не является чисто арабской партией. Это партия коммунистическая. Но просто, по сути дела, там евреев практически не осталось. Там осталось несколько клоунов. Один из них, например, человек, который называет израильских солдат нацистами, который говорит совершенно страшные и ужасные вещи, и только перекошенная израильская правосудие, которая выбрасывала еврейских радикалов, использовавших то, что называется языком ненависти, и лишала их права выбора, права участвовать в выборах, но не лишила вот этого оффера Кассифа, еврея, который говорит совершенно ужасные, отвратительные вещи о государстве Израиль, сравнивает его с нацистским государством и так далее. И он там сегодня как фиговый листок, это арабские партии существуют, но, конечно, не на проходном месте. Вот. Это то, что касается этой коммунистической партии. То есть, по сути дела, она давно уже стала реальной, по факту, она стала чисто арабской партией, и никакого коммунизма там даже близко нет. То есть они абсолютно не похожи на коммунистов. Они, в этом смысле, Рашид Тлайб, она большая коммунистка, чем они. Это чисто арабская буржуазная национальная партия. Но, тем не менее, у них есть красные звезды, красные флаги, и все это, конечно, совершенно не по сердцу и не понутру исламским радикалам, фундаминалистам, представителям братьев-мусульман, которые, ну, неформально братьев-мусульман, братьев-мусульман запрещены в Израиле. Но эти, как бы, по сути дела, это и есть братья-мусульмане. Им, конечно, вся эта красная ерунда не нравится, но технический блок есть технический блок. Что касается Либермана, то проблема... Вот вы сказали, может ли он быть премьер-министром? Теоретически сейчас так и может, потому что если от него будет зависеть, получат у Левы возможность формировать правительство или нет, то он у них потребует и, вполне возможно, получит этого. Другое дело, что действительно, в отличие от многих других израильских политиков, даже Левы, Либермана представляется мне гораздо более опасным, потому что часть его электората, точнее, часть его партийной структуры — это организация соотечественники. Организация — это не израильская, это организация российская, и это, по сути дела, подраздел ФСБ, чего они, в общем-то, и не скрывают. То есть Кремль официально платит соотечественникам зарплаты, и соотечественники занимают... По сути дела, это организация, которая сплачивает по определению русскоговорящую диаспору по всем странам и продвигает российские интересы. В общем, можно было бы рассматривать это как такое вот лобби, российское лобби, но ничего страшного как бы, но у них есть четкие совершенно установки, например, вот сейчас соотечественники в Израиле получили указания, это, опять же, все официально, это никто этого не прячет, бороться с планом Трампа сделки века. Вот. Так вот, руководитель израильских соотечественников, он один из высших функционеров партии Либермана, лейтенецкий такой. Он пришел из профсоюзов, то есть там все вместе, и большевизм, и коммунизм в прошлом, и соотечественники, и много чего еще. Вот. Таким образом, поставить такого... Если такой человек станет премьер-министром, то я, например, не уверен, что Израиль сохранит свою демократию, что мы тут не превратимся в какую-нибудь Северную Корею, ну, может быть, не Северную Корею, но вот что-то типа России, где Путин несменяемый и ультимативный глава правительства. То есть Либерман абсолютно не коррелирует с такими понятиями, как демократия, как свободный выбор. В его партии он решает все один и сам, и никакой там даже близкой демократии нет. Ну, то есть не больше, чем в Компартии Советского Союза в те времена. Вот. Поэтому такого человеку дорваться до премьер-министерского кресла, на мой взгляд, для Израиля это очень и очень опасно, и очень хочется надеяться, что этого не произойдет. Что касается тех требований, которые он выдвинул по поводу назначения, что он в будущем правительстве потребует себе Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения. Но это вот такие вот попытки стрельбы в разные стороны, чтобы заработать себе даже не столько, на мой взгляд, для того, чтобы привлекать сторонников, сколько для того, чтобы навязывать свою повестку дня, чтобы все потом обсуждали, а что за человек он предложил. Потому что того человека, которого он выдвинул из рядов своей партии кандидатом на пост министра здравоохранения, это такой действительно русскоговорящий, живущий в Израиле много лет человек, известный достаточно в русских политических кругах. Он функционер профсоюзов. То есть он пришел из профсоюзов, и он там заработал свой профсоюзный авторитет и поднялся. Но он, например, прославился несколько лет в Израиле назад, когда министр внутренних дел. У нас была забастовка заключенных Хамаса и Фатха в израильских тюрьмах, то есть политических вот этих самых террористов заключенных. Они не ели и голодали, требуя там себе каких-то послаблений. И министр Гевайдардан сказал, ну ладно, пусть не едят. Если что, мы их будем кормить через трубочку. На что вот этот самый будущий кандидат, министр здравоохранения от НДИ, от Либермана, он вылез на все позиции, во всех телевидениях, всюду, так сказать, на всех площадках, и стал вещать, что он как врач, на самом деле он уже давно не врач, он профсоюзный деятель от врачей. Безусловно, у него медицинское образование есть, но он уже давно занимается функционерской работой, а не врачебной. Он как врач ни за что не допустит. Он собрал каких-то, значит, левых сторонников, тоже врачей. Они подписали какую-то большую телегу и с этой телегой бегали от радио до телевидения, с телевидения на радио, объясняя, что врачи израильские не пойдут на принудительное кормление террористов и пусть они, значит... Потом все это кончилось очень смешно, потому что главный зачинщик этой голодовки, Муран Барабути, такой убийца евреев, сидящий с кучей пожизненных заключений, он главный голодающий был, а потом тюремная служба как бы невзначай слила в сети социальные видео, как он сидит на унитазе и тихо ест шоколадку, которую ему передали, этот великий голодающий. После такого скандала, конечно, пресса пыталась это все замять, но дело пошло по социальным сетям, и эта забастовка кончилась без того, чтобы пришлось выяснять, будут ли израильские врачи принудительно кормить террористов или пусть себе тихонечко умирают от голода в тюрьме. Так или иначе, этот человек, который засветился, вот этот Эдельман, судя по всему, не является сильно правым человеком. И то, что Эдельман его сейчас выдвигает в кандидаты от своей партии на пост министра Зарахарии, говорит только о том, что, во-первых, у Эдельмана нет никаких сантиментов или уважения к правой идее, и он использует любую причину для того, чтобы создать повестку дня, навязать ее и продвинуть, заработать голоса, а каким образом будет зарабатывать голоса, ему совершенно все равно. Ну и, конечно, то, что если такое, не дай бог, случится, и действительно, Эдельман получит эти посты, и министром травоохранения станет вот такой человек, то хорошего ничего это Израилю будет сделать. У нас есть еще звонки, но мы должны прерваться. Уважаемые дамы и господа, если у вас остались вопросы, давайте мы послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно примем ваши звонки. Александр, постарается... После этого мы воспримем все звонки и ответим на все вопросы. Возвращаемся в программу. Напомню еще раз, телефон в студии 847-400-5200, и, как обещал, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Спасибо, что подождали. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вот у нас в Соединенных Штатах демократическая партия уже десятки лет, чтобы привлечь избирателей, предлагаем им бесплатную медицину, бесплатное обучение в казниках, в университетах и так далее и тому подобное. Хотя в казни уже денег почти лишних нет, они заставляют наш Конгресс, Сенат и Белый дом поднимают внешний долг страны. А как у вас дела обстоят? Ведь ваши партии, левые партии, не считая религиозных и арабских партий, почти что идут в войну. Чем же ваши левые привлекают избирателей? Спасибо. Хороший вопрос. Честно говоря, конечно, повестка левых партий экономическая, она именно такая, как у Шарихова, как у демократической партии, все отнять и все поделить. Но в Израиле всегда в приоритете были именно вопросы, связанные с отношениями с арабскими странами. И у левых иногда даже часто казалось бы, что им лучше было бы пойти сейчас и сказать, пообещать всем по конфете. И они бы получили больше голосов, но они упорно говорили, вот мы придем и мы отдадим арабам вот это, вот это, вот это, и наступит мир. И, в общем, это привело к тому, что сегодня левый лагерь на самом деле очень-очень ослаб. То есть буквально по опросам, когда людей спрашивают, вы за правых или за левых, то за левых отвечает буквально там что-то порядка 15% евреев. 15%, то есть гораздо меньше половины. Остальные же голосуют за левых сегодня либо потому, что как партия белоголубых тщательно скрывают свою лебезду и всюду кричат, что они вовсе не левые, а то, что у них там лидеры профсоюзов, и то, что у них повестки дня сдача Иудеи и Самарии, это все, мол, как бы переводят разговор стрелки на другую, тут же разговор переводят на другие темы, потому что, в общем, крыть им нечем. Но они это стараются не афишировать. И, в общем, сегодня ведущие левые партии, как правило, свою лебезду прикрывают. Или же они все говорят, зато вот Натаньял ужасно плохой, и вот это вот только не Натаньял, как у вас только не Трамп. Это их основная повестка дня. Теперь часто еще говорят, что весь бюджет в Израиле разграбят именно религиозные партии, что они поддерживают людей, которые только учат Тору. И не учатся. И получают от государства огромный бюджет. Это, конечно, ужасная демагогия, потому что на самом деле, когда мы смотрим на цифры, то мы понимаем и видим, что главными получателями государственной помощи в Израиле являются не ультра-ортодоксы, а являются вот эти самые репатрианты, новые и старые репатрианты, люди, которые приехали в Израиль. И я напомню, люди, приезжавшие в Израиль из Советского Союза, это были люди, которые приезжали буквально с несколькими чемоданами. Они не могли забрать каких-то больших богатств из Советского Союза, ну, кроме отдельных каких-нибудь деловаров. А обычный человек советский, он приезжал нищим, голым и боссом. И даже те, которые приехали уже из современной России, они же приехали сюда, в Израиль, проработав, скажем, несколько десятилетий в Советском Союзе или в России. Они приезжают в Израиль и очень быстро оказываются на пенсии. И даже если сегодня Россия готова платить какие-то копейки в качестве пенсии, может быть, эти пенсии действительно соответствуют тем пенсиям, которые получает российский пенсионер. Но если это, скажем, даже меньше 100 долларов, то вы понимаете, что в Израиле, получая в месяц 100 долларов или меньше 100 долларов, жить на такие деньги невозможно. А в Израиле они не наработали свою пенсию, потому что успели проработать, скажем, там, 10 лет или 5 лет или даже 20 лет, но 20 лет это еще ничего. В итоге государство выплачивает репатриантам и вот всем этим пенсионерам как бы доплачивает. То есть раз у вас пенсия маленькая, государство сейчас не просит, чтобы вы умирали от голоду. Поэтому вы получаете из национального страхования деньги. То есть люди, работающие в это национальное страхование деньги вкладывают, а пенсионеры, приехавшие из Советского Союза или из России, их получают. И в итоге, когда мы смотрим на расклады, то оказывается, что пенсионеры из России, вообще вот весь этот, как бы вся публика, приехавшая из Советского Союза, она и является главным получателем национальных денег, а вовсе не религиозной, на которых Либерман сейчас натравливает свою свойство, свою публику. Ну вот, чем левые привлекают, я постарался вам ответить на этот вопрос и дать немножко представление о том, как устроена наша внутренняя кухня. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу напомнить Александру. Он в тот раз не успел нам что-то интересное рассказать о Германии. Пожалуйста, сделайте это сейчас. Спасибо. Ну, я снова не уверен, что у нас подробно эта ситуация о Германии. Я скажу в двух словах, а там дальше, вот, Сергей, мы же решим, будем ли мы эту тему раскрывать на следующей передаче или нет. Речь идет о том, что вышел в Германии, был подготовлен внутренней германской разведкой Бифер Ви отчет о том, что за последний год в Германии резко увеличилось количество или активность разных ближневосточных спецслужб. Первым делом речь идет о спецслужбах Ирана, спецслужбах Турции, о братьях мусульманах, это уже не спецслужбы государства, но это тоже радикалы, о салафитах, о тех, кто побоевал в исламском государстве и вернулся, и разных других более мелких группировках, ну, включая Хамас, например. Иными словами, немцы подвели итоги и ужаснулись. Считать-то они умеют, в общем, работу делают злой, доделывают исканально. И получилось-то у них, что, в общем, Германия стала гнездом разных исламских экстремистов. И все это, мягко говоря, не помогает Германии двигаться к прогрессу и к спокойствию своих граждан и к безопасности. Самое ужасное, что, в общем, правительство ничего не делает. То есть, против экстремистов исламских в Германии в 2018 году было проведено буквально три успешные операции. И тот, кто следит за этим из Израиля, знает, что эти операции, в общем-то, хотя это не говорилось публично, но, судя по всему, все три раза были инициированы израильской разведкой. То есть, израильтяне просто звонили немцам и говорили, ребята, вот у вас там собираются подорвать съезд иранской оппозиции. И подорвать будет вот этот вот бородатый джентльмен. Возьмите его. Немцы шли, его брали и говорили, опа, классно, какая хорошая операция. А в Израиле журналисты намекали на то, что эту операцию в Германии сделали по наводке израильских. И так еще парочка операций была сделана. В другом случае иранские агенты, агенты иранской разведки купили в Германии машины для печати денег. И использовали для того, чтобы печатать йеменские деньги. Там же в Йемене идет война между суннитами-арабами и Саудовской Аравией, с одной стороны, ираном с другой стороны. И вот иранцы пытались подорвать экономику Йемена со стороны Саудовской Аравии и вот печатанием денег. Немцы это тоже накрыли и тоже, судя по всему, не обошлось без израильтян. Вот еще несколько. Таким образом, ситуация в Германии с исламским экстремизмом очень проблемная. Цифры, а говорить о цифрах можно, но, видимо, уже только в рамках следующей нашей передачи. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Слушаю. У меня такой вопрос, что вот когда были прошлые выборы, расклад был такой, ведь если бы буквально несколько сот голосов достались бы Беннету и Шакет, то и без Либермана можно было бы сформировать правое правительство. Ведь и Беннет, и Шакет когда-то, ну, я не помню уже в какой связи, там было, что-то случилось, было заявление, что они сказали, что мы ради интересов государства, значит, готовы поступить со своими, значит, ну, интересами и согласны, вот, и ради сохранения правительства, то есть, это люди вполне договороспособные. И если бы, они еще раз говорю, прошли бы, вот, буквально несколько сот, было бы сформировано правительство без Либермана. Как вы считаете, вот, на этих выборах, если, вот, они сейчас точно проходят вместе, вот, с правами религиозными, если они пройдут и Ликут не сумеет сохранить, вот, то же количество голосов, что и в прошлый раз не отдаст, вот, как вы говорили, Либерману, там, пару голосов, то вполне может быть сформировано правое правительство без Либермана. Что же касается Феглина, ну, это мое мнение такое, по-моему, этот человек при всех его очень таких достоинствах и уме, человек недоговороспособный. Вот, даже если он и пройдет, все равно, вот, мне кажется, что он может в какой-то момент как и Либерман из-за каких-то принципов, у которых он не может поскупиться, разрушить опять правое правительство. И вот эти пару голосов, ну, они так и так с ним уходят в корзину, то, что вот этот не проходит, как вы сказали, каханисты, у них совсем мало голосов, так что положение не такое опасное, как вы говорили, как вам кажется? Ну, во-первых, спасибо за оптимизм. В принципе, конечно, и так тоже может случиться, но если мы посмотрим на те голоса, которые утащат в мусорку Зеут и Отсма, то есть партия Фейглина и партии Тамары Бенгвира, с одной стороны, и с другой стороны теперь не пропадут те голоса, которые были отданы за Шакед и за Беннета, ставших теперь внутри большой правой, вот единственной правой партии справа от Ликуда, которая точно проходит. И если мы будем надеяться, что Ликуду держат, как вы сказали, свои позиции, и не маленькая рябь среди израильтян нерусскоговорящих, которые колеблются тоже между Ликудом и белоголубыми, и это никогда вообще нельзя даже просчитать до конца, сколько туда-сюда колебнется, потому что эта публика очень, она беспринципна и по большому счету голосует, вот как в последнюю секунду ей пятка левая подскажет или правая пятка. То да, конечно, может и так получиться, что я даже читал сегодня такой вот непонятно, на чем основано видение одного израильского журналистов, я, а вайцхак, а человек достаточно известного, то есть не какого-то проходимца, вполне себе авторитетного журналиста правых взглядов, который сказал запишите, возьмите свои ручки в блокноты, запишите, правый и без Либермана получит 61 голос. И когда ему все, конечно, стали писать в Твиттере, откуда, то есть хороший очень прогноз, но откуда ты это берешь, то он ничего не отвечает. Есть ли у него какая-то информация, которую он сам где-то нашел, или это его такое вот желание, которое одним словом очень опасная, на мой взгляд, все-таки ситуация. Ваши соображения разумны, но их перевешивают другие маленькие соображения там и здесь, и в итоге, конечно, вот этих вот буквально нескольких голосов опять может не хватить, и по цепочке все пойдет, и в итоге у левых или у правых не будет 61, и случится тот сценарий, которого так не хотелось бы сторонникам сильного государства. Спасибо. А теперь давайте о Турции. Останется ли Турция в НАТО после, ну, с учетом напряженных отношений между США и Турцией? Окей, Сергей, сколько у нас времени? У нас буквально три с половиной минуты. Вы понимаете, есть, был очень интересный материал. Александр, давайте тогда так, я так понял, что времени не хватит, чтобы эту тему осветить. Давайте примем звонок, наверное. Наверное. Давайте примем звонок, и, может быть, в следующий раз поговорим. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы задать, может быть, не совсем по теме вопрос. Что-то давно, как бы, Натан Ширанский потерян из израильской политики. Может быть, Александр, может буквально два слова сказать, что, есть ли какие-нибудь новости, или, как бы, какая-то информация о нем? Спасибо. Нет, какой-то специальной новой информации нет. Натан Ширанский, последний его политический, общественно-политический пост был глава Сахнута, и он отошел от, закончил, как бы, свою каденцию, и, на мой взгляд, ушел куда-то, то ли в частную жизнь, то ли в деятельность каких-то фондов, организаций, которые не часто появляются в средствах массовой информации, делают какую-то работу дальше от софитов и от освещения. Надо сказать, что Натан Ширанский в свое время создал партию «Израиль-Балья», которая действительно инкорпорировала большое количество русскоязычных израильтян, приехавших с последней волной Алии в 90-х, внутри израильской политики, не только политики, экономики, в разных государственных структурах, и, в общем, это была изначально поставленная цель, и она была достигнута в каком-то смысле, то есть люди зашли в какие-то позиции, и дальше они уже могли подтягивать своих, то есть такого дисбаланса, когда приехал миллион человек, и он никак не был представлен ни в каких государственных управляющих структурах, он закончился. И это привело к тому, что партия сама исчезла. То есть отдельные политики зашли в Ликуд, не только в Ликуд, на самом деле, но вот сегодня спикер парламента, спикер израильского Кнессета, и первый человек в Ликуде после Натаньяо, Юлий Эдельштейн, он человек, который был в партии из Ширанского. А сам Ширанский, как бы в каком-то смысле выполнив эту свою функцию тарана, внедряющего русскоязычных израильтян последней волны внутриизраильской политической общественной жизни, он закончил и ушел. И я надеюсь, дожила ему доброго здоровья. Надеюсь, что он живет себе, поживает на пенсии своей, и все у него хорошо. Но какой-то вот общественной политической жизни сейчас активности от него я не слышу. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго.